Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас не геймерская распаковка, шутка. Скажем так, не уверен, что всем этот товар нужен, если вы уже геймер. Так что, да, приступим. Да, почему я так сказал, поскольку, да, с этим, да, о товаре немножко расскажу. Это такой геймпад, который подходит к смартфону. Тут специальное крепление, переходник для ОТГ, у кого работает ОТГ. Type-C, допустим, или там есть, по-моему, выход ОТГ на микро, microUSB, скорее всего, да. Они, по-моему, поддерживают эти выходы на USB. И, да, то есть он подойдет и к компу тоже, скорее всего. Я его еще пока не тестил, но если вам повезет, скорее всего, где-нибудь в склейке вскочит тест этого джойстика, да. Поскольку, я думал, на планшете во что-нибудь старенькое зарубиться, какую-нибудь Сонику первую, допустим, или еще какую-нибудь игрушку. Сам ни во что не играю, в принципе. PlayStation нет уже, сто лет его обратно продал, еще третий, по-моему, был только. И, да. Посмотрим, что внутри, возможно, кому-то все-таки нужен будет. Это один из самых дешевых джойстиков на Алиэкспрессе, поскольку так где-то они по 14 евро. В среднем. Так, что это за наклейка такая? А, какая-то наклейка прорезиненная зачем-то. Возможно, для самого крепления к джойстику. Как-то он там должен крепиться. Да, самый дешевый, наверное, потому что он еще на батарейках. Так, батарейки я уже туда втыкнул. Это 3А+, батарейки, то есть тоненькие, тоньше, чем обычно. В принципе, по сборке. По сборке вроде нормально, то есть как контроллер от второго PlayStation, а только беспроводной. Тут у нас включатель такой. Вот, загорелся. Загорелся. То есть как-то это все можно будет подключить. В принципе, если у вас нет плойки, вы думаете, допустим, на комп какой-то джойстик взять, вариантик тоже хороший. Ну и как бы для смартфона тут такая приблуда. А, все, вот, понял. Это кусок говна китайского. Отсюда. Снизу было. То есть это вот такая вот хера и тень. То есть планшет сюда не поместится, но какой-нибудь фаблет. Вот, сюда как раз подойдет, да, если вы не на четвертом айфоне собираетесь это все воспроизводить. В моем случае я взял Type-C, потому что у меня практически все устройства на Type-C. И да, то есть можно, если к компу подключать, то эту херню вытаскиваем. Получается у вас такой USB-коннектор. Просто в компу и все. Будет вам счастье. То есть в чем отличие тех джойстиков, которые подороже? Они немножко выглядят, скорее всего, стильнее. Плюс встроенный аккумулятор. И да. Скорее всего они коннектятся сразу напрямую без этих всех OTG-переходников. То есть если у вас нет функции OTG, то вам этот джойстик не подойдет. Вот вам надо будет брать именно со встроенным этим Bluetooth-ом. Я не знаю, как это все работает, но, короче, да. Тебе просто коннектится и все. То есть есть иногда смысл переплатить и взять подороже. У меня не было смысла, я не игроман. Раньше был. Сейчас как бы не сильно меня это к этому всему тянет. Иногда все-таки хочется изредка погамать его что-нибудь. Хотя бы на телефоне сюда втыркнуть его. И можно играться. Ну а у нас на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok